всем привет зрители моего канала сегодняшнее видео будет посвящено попугаем неразвучникам и волнистым немножко неразвучникам и много волнистым вот я взял для них угощение морковка ветки вишни это как у меня день через день день ветки вишни день ветки ивы позавчера давал я им ветки ивушки неразвучникам давал ну и волнистым тоже но сейчас посмотрим как просто хотел показать что как неразвучники едят ветки ивы превращают их в труху ну и отправляемся в сарайчик маленький небольшой где расположены попугаи сегодня просто по по дням уже пора чтобы яйца волнистых выводились прям очень интересно хочется уже дождаться наконец птенцов сейчас просмотрим также хотелось сказать несколько слов о моих вот этих экспериментальных неразвучниках здесь фишера масковые сидят все вместе думаю пускай месяц посидят но уже они полмесяца отсидели так что еще две недельки и будут вешать домики попробую посмотрю кто с кем споруется освещение немножко слабая но я думаю видно да каким цветом они тут все у меня пока у них ничего интересного не происходит так что отправляемся дальше вот так они тут живут здесь примерно получается метр где-то метр на метр просто неправильный квадрат получается такой незаметно хочу пройти чтобы посмотреть застать кто чем занимается вот они неразвучники приветствуют меня своим щебетом звонким а я им тут вишневых почек притащил такие почки очень любят и так смотрите вчера позавчера позавчера давал я ветки ивы вот что с них осталось таким образом неразвучник съедает ивушку и вот с такого материала неразвучники именно неразвучники строят себе домики гнезда наносят и там строят дома ну а так по питанию здесь у меня сухой корм овес семечки просто здесь мокрый вот утром они ели в принципе еще если подуть тут еще принципе еда есть я их особо не кормлю как на убой так пойдет сейчас еще морковки дам обновлю и веточек вишни положу это надо будет отдельно свежие пускай здесь лежат отдельно и так наши вот здесь у меня как вы помните располагаются волнистые красавцы интересно в природе кто-нибудь смог посчитать разнообразие их расцветок я думаю нет каждый раз все новые и новые получаются значит самое главное по календарю уже получается у них время подошло выводу там даже посмотрите первое видео я снимал когда появилась первое яйцо сейчас уже прошло 18 дней прям интересно посмотреть но я помню вот там вот было первое яйцо вот там где сейчас сидит самец течений я так понял это папаша сейчас посмотрим так сейчас у нас по времени обед нет даже уже 4 часа дня утром я кормил этих товарищей посмотрим что у них осталось нужно освежить в общем смотрите вроде бы корм есть но если дунуть то корма нет сейчас попробую показать вот все пожалуйста корма нет все съели осталось три кукурузинки мы их тут высыпем неразвучники доедят сейчас закрою пойду корма им принесу я думаю они не откажутся ведь как закрывается просто такая защелка называется конструкция называется гвоздь сейчас корма насыплю принесу покажу как будут кушать и по потом начнем осмотр гнезд и так подхормка приготовлена у нас как всегда в ассортименте замоченное зерно и морковка вечером возможно вечером подсыплю еще сухого корма чтоб на ночь не голодные были потому что здесь в принципе прохладно ночью так что думаю для выработки тепла энергия нужна попугаем поэтому будущее вечером сухой корм подкормлю вот смотрите как они катаются на качели кстати я в первом видео когда качели изобрел рекомендовал всем сделать качели своим попугаем если кто сделал отпишитесь отпишитесь расскажите как ваши попугаи приняли качели катаются не катаются мои умеете катаются с удовольствием сейчас трое катаются так вообще много на к смотрите сейчас происходит моя задача приучить эту стаю попугаев кушать с руки хочу приучить и как бы показать то что приручению подвергается любой волнисты любого возраста у меня допустим здесь год-полтора года и они принципе идут на контакт потихоньку без камеры тренируюсь показывают как при этом с ладони кормить ну как бы успехи есть но как будет нормально результат я сниму видео покажу это к тому что некоторые говорят вот надо для приручения брать маленького молоденького ничего подобного можно любого любого попугая возрастом взять и с помощью старания внимание вот что получится пока я отвернулся у меня волнистый вылетел с неназвучником все улетел и так смотрите фокус-фокус с едой вот и да вот попугаем смотрим в общем произошли форс-мажорные обстоятельства сюда залетел неразвучник здесь паника сейчас прерву съемку немножко половлю потому что одной рукой не удобно пока все не разлетелись минуточку не уходите далеко от экрана все с продолжим поймал итак ребята осталось чуть-чуть шустрый попугай оказывается есть я его поймал вот он блин одной рукой конечно было сложно но все бывает все все возможно как сказать а вот там получается не неразвучник видите случайно залетел но не знаю надо его удалять потому что вдруг сейчас в гнездо залезет а там яйца и самочки и сейчас что-то будет может быть как его поймать не знаю но я захожу туда там разберемся а вот видите как самка отогнала сейчас неразвучника защищает свои домики вот пожалуйста надо ей помогать пока она там чипы не случилось вот он залетел сюда это по моей неосторожности он залетел пока я отвернулся они там испугались надо паузу срочно ставить вот друзья мои я этого умудрился поймать одной рукой сейчас мы выпустим пусть летит туда к себе силы и так сейчас они чуть успокоиться в общем с кормлением сегодня не получилось хотел показать как они кушают у меня с этого лоточка потому что видите форс-мажор как бы птица напугалась я бы сказал немножко встревожены в общем ладно перейдем к осмотру к осмотру этот гнезд вот ранее снятый мною видео вот на этом среднем домике было первое яйцо потом другие дни начали дальше появляться яйца я думаю сегодня можно с этого домика и начать час если здесь будут птенцы значит можно еще несколько посмотреть если не будет значит смысла нет дальше продолжать аккуратно снимаем это все дело вот видите самка сидит яйца у нее и слева и справа а птенцов по моему еще нету вот кормушку я поставил и ветки вишни положил сейчас мы этой веточкой попробуем ее подвинуть не рекомендую повторять такие трюки но аккуратненько 1 1 1 нету 1 2 3 4 5 6 7 8 яиц все полетела сложу кучку вот вам результат 8 яиц было бы в по-хорошему их просветить вам показать но я вам скажу вы мне поверьте на слово там 7 7 яиц оплода а одно яйцо не оплода их просто ранее дней пять назад приходил просвечивал так значит эти дела мы ставим на место вон там мамаша папаша вот это кстати мамаша и папаша ждут возврата своего домика вот так вот живут волнистые попугаи а это по соседству как коммуналка такая я думаю нет на рассмысла тут лазить больше смотреть потому что как бы они напуганы еще теми попугаями я думаю на сегодня хватит сейчас день 2 пройдет снова обзор сделаем думаю нам уже повезет с птенцами так немножко не так конечно я хотел думал получится больше посмотреть ну раздвежусь потому что напуганы один туда залетел неразручник сюда вылетел ладно пускай в общем такой вот быт у попугаев качеля в принципе актуально мне прям нравится самому но две птицы пусть катаются так по поводу неразручников в принципе все нормально здесь кто наблюдает за неразручниками за моей этой историей вот такие дела вы помните что что раньше был желтый желтого они задолбали остались вот эти два вон он второй сейчас поверну камеру вон он сидит ну я вам честно скажу он немножко какой-то грустный может подрался с кем-то ага улетел а эти вот в общем задача вот это вот стаи выбрать естественным отбором здоровых крепких на развод сейчас у нас декабрь начало все будет февраль то есть январь февраль март апрель ну я думаю в конце марта начале апреля можно будет ставить домик и пускай они выбирают себе партнеров и размножаются вот такие вот у меня неразручники вот такие вот у меня неразручники немножко затеняю их ну я думаю вам видно да так а вот эти улетели сейчас я их крупным планом сниму вот они обратите внимание мордочки еще не совсем это самое перелиняли почему они шустрые улетают от меня вот это вот в принципе такой у них лед полет пространство живут они в принципе хорошо можно сказать замечательно питаются они я бы сказал отлично если у кого то есть советы по улучшению питания пожалуйста пишите в комментариях как улучшить питание ну и не забывайте после того как просмотрите видео пишите в комментариях предложения жалобы советы будет мне интересно почитать так сказать делитесь впечатлениями ну в общем друзья мои видео подошло концу всего вам доброго до скорой встречи на моем канале продолжение следует мы будем следить я буду следить вместе с вами о развитии этих самых волнистых когда-то вылупятся кто вылупится какие они будут прямо интересно потому что обратите внимание цвета у всех прям разные тут у меня ни одного одинакового попугая по моему и нету все разные единственно я сейчас понимаю что я сформировал пару ни одного зеленого попугая не посидел как так можно было без классики нельзя без классики сейчас прям скучаю по зеленым но у меня еще есть один вольвер там они сидят в другом месте там темновато качество съемки будет плохое и там зеленых есть немножко но мало а когда-то много было зеленых потом никто их покупать не хотел но мне все-таки зеленые тоже нравятся все друзья мои до свидания до скорой встречи всего хорошего всем